Это итоги недели в студии Максим Кембрид. Здравствуйте. Далее коротко о главном. Дорогами памяти город встретил участников молодежного патриотического проекта. Наш основной посыл – это сила в единстве. Как это было. Здесь рождается музыка. Бавруйская школа искусств имени Текотского отмечает юбилей. Школа стала одним из ведущих учебных музыкальных учреждений города, области и республики Беларусь. Где ограняют алмазы. Местный Дримленд, парк культуры и отдыха официально открыл сезон. Я каталась с закрытыми глазами. Классический сюрприз или модный калипсо. Голодный период, жаркие будни и минеральный состав. Боржоми приостанавливает работу в Грузии. В чем причина? Без купюр. Президент дал интервью одному из крупнейших мировых информагентств. Беседа с Александром Лукашенко содержит как факты, так и позицию страны и ее лидера по самым актуальным темам внутренней жизни общества, а также международных событий. Среди затронутых вопросов ситуация в Украине, учение вооруженных сил Беларуси и союзнические отношения с Россией. Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России. Я знаю, что предлагает Россия Украине. Почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди? Почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне. В качестве интервьюера выступил вице-президент Associated Press Иван Филлипс. В портфолио журналисты интервью с лидерами Сирии, Египта и других стран Ближнего Востока и Латинской Америки. В целом охват американского агентства, 7000 газет и 248 бюро новостей в 99 государствах. Междугородний звонок, единый тариф и военная техника. В стране началась внезапная проверка сил реагирования, чему призывает Минобороны. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В стране началась внезапная проверка сил реагирования. Тренировка предусматривает перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования. В Минобороны призывают водители быть предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий. В Беларуси появится республиканская электронная база аппаратов УЗИ, МРТ, КТ и рентгена. Программа сможет обрабатывать, передавать и хранить снимки из всех медучреждений страны. Такая платформа будет востребована во многих направлениях медицины, от кардиологии до хирургии. Попускные экзамены у беларусских школьников пройдут с 1 по 9 июня. Традиционно тексты и задания будут объявлять по телевидению и радио, а также публиковать на сайте Минобразования. Начало испытаний в 9.00. Централизованное тестирование стартует 14 числа. В стране с июня начнет действовать единая цена на природный газ. Для владельцев домов, где установлены котлы и есть соответствующие приборы учета, отменяется сезонное разделение тарифов. Стоимость теперь будет на одном уровне в течение всего года – чуть меньше 20 копеек за кубометр. Белтелеком 9 мая предоставят бесплатные междугородние звонки ветеранам. В списке также герои Советского Союза, инвалиды и участники Великой Отечественной. Акция не распространяется на разговоры с абонентами мобильных операторов, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами. По заслугам и награды. Бобруйск, где несен на областную доску почета. Город лучше по итогам соревнований по социально-экономическому развитию региона. Свидетельство из рук губернатора получили 26 предприятий и организаций. Среди них заводы растительных масел, тракторных деталей агрегатов, а также Рубикон. Это признание за работу в 2021-м. Поздравляем наших людей, заносим на доску почета. Есть кому гордиться, есть чем гордиться. И я думаю, человеку приятно, когда он заслуженно находится на доске почета. Его имя размещено здесь. Или то предприятие, в котором он трудится. Специальные премии обл. исполкома в социальной сфере наградили 50 человек. Еще 7 тружеников отметили по профсоюзной линии. Балбруйск готовится встретить великую победу. Уже завтра состоится патриотический автопробег. 9 мая горожан ждет насыщенная и масштабная программа. От полевой кухни и выставки военной техники до кинотеатра под открытым небом и флешмоба. В 10.15 в городе пройдет акция «Беларусь помнит». Главными действующими лицами станут ветераны войны. С подробностями Карина Гуревич. Молодежный патриотический проект из Могилева следует дорогами памяти и славы. Программа насыщенная, но в первую очередь гости обращаются к истокам. Возлагают цветы в мемориальном комплексе в честь советских воинов и партизан в Сычково. Следующая остановка Бобруск. Уже две недели автопробег колесит по области и вместе с жителями посещает уникальные места. В нашем городе таких немало. У памятника танка на могиле генерала Бахарова многолюдно. Наш основной посыл – это сила в единстве. Потому что мы считаем, что молодежь и все жители нашей Могилевской области, нашей Республики Беларусь, как никогда сейчас должны объединиться и одним единым фронтом противостоять попыткам исказить историю. Отобрать у нас нашу победу, которую завоевывали наши деды и прадеды. Локация меняется на Бобруйскую крепость. В подарок городу у мемориала жертвам фашизма гости высаживают 24 молодых рябины. С собой забирают землю с территории бывшего концлагеря «ДУЛАК-131». Кесеты со всех регионов отправятся в будущий музей на Буйническом поле. Мемориальный комплекс создал заслуженный архитектор Беларуси Леонид Левин еще в 2014-м. Воздвигнут он на месте лагеря для военнопленных, который размещался здесь в первый год войны. Братская могила стала последней колыбелью для 560 красноармейцев и 95 гражданских. Обязательная часть программы – знакомство с градообразующим предприятием. «Белшина» – один из крупнейших производителей в мире. Отдельное достоинство – завод сверхкрупногабаритных шин. Здесь создают резину с посадочным диаметром до 63 дюймов. В каждой хватит материала, чтобы обуть свыше 500 легковушек. Их используют самые большие карьерные самосвалы, масса которых больше 800 тонн. Побывать, посмотреть, как работают люди, как работают машины, размеры колес внушительные очень. Такого, конечно, нигде не увидишь. Очень приятно, что для нашего проекта провели такую экскурсию. Встаем, но это все окупается теми эмоциями, которые мы здесь получаем. Мы набираем новый опыт, мы много чего узнаем о тех временах войны. В принципе, очень интересные экскурсии, очень интересные диалоги с людьми. С собой патриотический проект привез собственную экспозицию. Два автобуса с музейными экспонатами. Первый посвящен Великой Отечественной внутри, советское и немецкое снаряжение, части военной техники, исторические справки. Второй рассказывает о современности, достижениях Могилевской области, в промышленности, медицине, образовании и строительстве. Экспозиция знакомит с гордостью местных предприятий. Здесь сладости красного пищевика, уникальная муфта Таима, рапсовое масло СПК-гигант. Об этой продукции известно далеко за пределами нашей страны. В завершение насыщенного дня литературно-пластичный спектакль «Песня родной земли». Постановка основана на произведениях белорусского поэта Олеся Козеки. Патриотический проект никого не оставляет равнодушным, показывает, как важно хранить и ценить мир. Экскурсия по городу подошла к концу. Дальше проект отправляется в Кировск. Тем временем Бобруйск ждет не менее насыщенная программа. В День Победы построение праздничных колонн начнется в 9.45 на Карбышево и пересечении Минской и проспекта Георгиевского. Стартует акция «Беларусь помнит» в 10.15. В 12.00 – легкоатлетическая эстафета на стадионе «Спартак» и «Патриотический квест». Масштабный автопробег начнет движение в 14.00 от парковки «Бобруйск-арены». Весь день будут работать тематические площадки, выставка военной техники и общепит. В 9.00 вечера горожан ждет флэш-моб. Уже в 10.00 – кинотеатр под открытым небом. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели. Назад в прошлое, в канун 9.00 мая подарки и поздравления принимают ветераны. Каждый год с теми, кто прошел дорогами войны, встречаются депутаты, руководство города, молодежь, представители организаций и предприятий. В адрес защитников Отечества звучат слова признания. Ужас войны Мария Соттан испытывает всего в 10, когда в деревне появляются немцы. В этом же роковом 41-м от Тифы умирает ее мама. На хрупких руках остается младший брат. Спустя два года девочку принимают в состав 277-го партизанского полка. Ее диверсионная карьера завершается в 1944-м, когда Красная Армия освобождает Беларусь. И даже спустя 81 год, первый день войны, память воспроизводит в малейших деталях. День был солнечный, но очень страшный. Люди все, кто попрятались. Ну, немцы, они же, знаете, не жалели никого. После войны Мария Соттан поступает в педагогический институт. Затем переезжает в город на Березине, работает учителем белорусского языка и литературы. Последняя запись в трудовой книжке директора Бобруйской вспомогательной школы. В преддверии Дня Победы в гостях у ветерана глава администрации Ленинского района и депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Живите долго, живите в радости. Спасибо. Пусть каждый день будет для вас очень добрым, очень светлым. И разрешите вам подарить эти цветы. В преддверии праздника Победы. Спасибо вам большое. Праздника. Подарки и поздравления принимает и Евгения Блуа. Уроженка Смоленской области. В начале Великой Отечественной немцы сжигают ее деревню. Семья уезжает в эвакуацию. После освобождения женщина работает санитаркой в военном госпитале. Помогает стать в строе раненым солдатам. На больничную койку, как сейчас помнят, их привозят прямо с поля боя. Это символ эпохи, который передает нам и будущим поколениям то, как надо жить. Образ мышления, характер, несгибаемая сила воли, которая позволяет преодолеть все трудности, все тяготы и лишения. Чтобы человеку не выпало в его судьбе, именно эти люди показывают, что все можно пройти достойно, с высоко поднятой головой. В канун Дня Победы вспоминают о рабочих Бобруйского фанера-деревообрабатывающего комбината. Сейчас это фондок. Цветы и венки к подножию мемориала от руководства Ленинского района. Сотрудников предприятий, благодарных потомков. В 2022-м великому подвигу советского народа исполняется 77. В День Победы вся страна поименно вспомнит каждого героя, который отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. С той войны не вернулся каждый третий белорус. Максим Кембель и Станислав Чичерин. Итоги недели. Струны души. Вобруйска школы искусств имени Интихоцкого отмечает юбилей. За 95 лет кузница таланта выпустила десятки тысяч выдающихся артистов, многие из которых вошли в историю страны. Сейчас здесь готовят музыкантов, певцов, актеров и танцоров, а тех, чья жизнь – черно-белые клавиши. Далее. Леонид Пранович меняет роли как перчатки. В копилке будущего актера театра полсотни дипломов, не менее 20 кубков и столько же медалей. И это в 12. Однако, признается мальчик, искусство невозможно измерить цифрами. Его можно только прочувствовать. Этому научила родная школа имени Интихоцкого. Уже пять лет дарование отдает каждую свободную минуту любимому делу. Моя любимая роль – это когда мы ставили Буратино за теннисным очагом. Мне очень понравилось играть полицейского, потому что это одновременно и комический персонаж, но и также серьезный. И это была самая моя любимая роль, это моя первая большая роль. Театр – это и есть совмещение сразу всего. Театр – это что-то особенное. Подобных уникумов здесь не счесть. Все началось в мае 1927-го. Школу искусства открыл известный белорусский композитор Евгений Текотский. За почти вековую историю кузница талантов подготовила тысячи специалистов. Историческое здание по Карломарк сохранит память о выдающихся выпускниках, народном артисте БССР Владимире Оловникове, концертмейстере Большого театра оперы и балета Леви Горелике, доценте Академии музыки Сергея Янковича и, конечно, заслуженном артисте Белоруссии Руслане Олехно. В сентябре 2013 года детская школа искусств номер один имени Евгения Карла Четекотского города Бобруска была реорганизована. Путем присоединения к ней государственное учреждение образования детская школа искусств номер три города Бобруска. За многие годы работы школа стала одним из ведущих учебных музыкальных учреждений города, области и Республики Беларусь. Сейчас в школе учатся больше тысячи ребят. Это молодые таланты от семи до четырнадцати. Одни делают ставку на народное или академическое пение, другие на эстрадный вокал, третьим поддается театральное направление, а кому-то и вовсе близка теория. Но, конечно, у истоков искусства всегда была и будет музыка. Фортепиано, скрипка, домра, гитара, цимбалы, баян, флейта, тромбон. Перечислять музыкальные инструменты, на которых играют воспитанники, можно бесконечно. Ограничивать творчество не в правилах учреждения. Хочет ребенок связать свою жизнь с искусством или просто ищет себя? Двери школы всегда открыты. В нашей школе очень сильная база музыкальных инструментов. Представлены все инструменты, которые на данный момент есть в нашей стране. Мы являемся первой ступенькой в музыкальном образовании. Наши выпускники продолжают обучение в колледжах нашей страны и в университетах культуры. У нас есть в стране фонд, который поддерживает молодые таланты и молодежь. У нас есть такие ученики, которые уже достигли определенных высот. Есть материальная помощь и поощрение. Искусный музыкант – это не только талант и практика, но и большой вклад требовательного педагога. В детской школе искусства имени Текотского таких больше ста человек. Каждый выдающийся. Обучить нотам не единственная цель. Здесь же осанка, руки и пальцы. Плюс наставники вкладывают не только знания, но и понимание. Готовят ребят и к публичным выступлениям. Академический концерт – обязательная часть обучения. Экзамен сдают в этом зале вот уже 95 лет. Юные виртуозы готовятся к испытанию полгода. В программе три произведения. Полифония, крупная форма и пьеса. Оценивает комиссия технику исполнения и виртуозность. Самовыражение – важнейший элемент развития молодого дарования. Для этого в школе работают 33 творческих коллектива. Из них 4 народных и 5 образцовых. Результат подтверждают цифры. Только за 2021-е ученики стали лауреатами 610 международных и 28 республиканских конкурсов. Школа повлияла на судьбы многих бобручан. С юбилеем творческий дом поздравляют ученики, выпускники, ветераны. На сцене Дворца искусств звучат воспоминания, теплые слова благодарности и, конечно, музыка. Два с половиной часа, 26 номеров. И каждый срывает овации. Я проработала в этой школе 54 года. И за это время у меня была смена где-то 8 директоров. Это были духовики, теоретики, хоровики, баянисты, скрипач. И каждый директор старался сделать свое деление более сильным. И в итоге получился великолепный сплав музыкальных работников. Впереди детскую школу ждет еще больше свершений. Планируется создание новых направлений, к примеру, по электрогитаре. Плюс для совсем маленьких откроется группа по развитию речи. Искусство для этого подходит как ничто другое. Но первоочередная цель – расширять границы и огранять алмазы. Карина Буревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Подсолнечный кризис, аномальный сезон и спорное нововведение. США намерены отменить право на аборт. Все ли поддерживают решение? Дарья, обзор громких заголовков мировых новостей. За год количество голодающих на планете выросло на 20%. Сейчас это почти 200 миллионов человек. Ситуация ухудшилась в 53 странах. Большинство расположены в Африке и Азии. Ред экспертов предсказывает, что с нехваткой продовольствия столкнутся уже в ближайшие полгода миллиард 700 миллионов жителей. В Индии и Пакистане установилась аномально жаркая погода. В Дели температура воздуха поднялась до 45 градусов. В странах возникли перебои с электроэнергией. Во многих домах круглосуточно работают кондиционеры и системы вентиляции, что резко увеличило нагрузку на сети. Под угрозой и урожаи, в частности, пшеница. Европа переживает сбои в поставках подсолнечного масла. На фоне дефицита участились случаи продажи контрафакта. Британские ритейлеры ввели временные ограничения на количество бутылок, отпускаемых в одни руки. Рост цен на продукт может также негативно сказаться и на ресторанном бизнесе. В США намерены отменить право на аборт. 50 лет назад было принято противоположное решение. В Вашингтоне перед зданием Верховного суда собрались десятки человек. Но далеко не все в стране разделяют подобные взгляды. Ситуацию может получить предложение в виде массовых протестов, опасаются специалисты. Боржоми приостанавливает работу двух заводов в Грузии. Причина – в финансовых сложностях. Сейчас компания – единственный производитель воды из этого месторождения. Добывают ее из девяти скважин глубиной от 200 до 1500 метров. Минеральный состав не менялся с 1830-го. Сначала постоянных лабораторных наблюдений. Крылатые качели. Парк культуры и отдыха официально открыл сезон. В списке развлечений дискотека, тир, еда, напитки, прокат электросамокатов и, конечно, аттракционы. Цена билета – от 2,5 до 4 рублей. За сладкой ватой отправилась и наша съемочная группа. Солнечная погода за окном на градуснике плюс, а значит, наступило время для активных выходных. Парк культуры и отдыха – самое подходящее для этого места. Сезон, как всегда, открывается громко. Работают аттракционы с 12 до 20 часов. Цены вполне демократичные. Детские билеты – от 2,5 рублей. За автодром – 3. Веселые горки, орбиты и сюрприз обойдутся на 50 копеек больше. Самые дорогие – летающая тарелка, калипсо и сальто – 4 рубля с человека. Я каталась с закрытыми глазами. Очень даже не страшно было. Очень большой прилив адреналина. Я не знаю, как это описать. Понравилось? Да, понравилось. Но кататься больше не буду. Есть у тебя прям самая-самая любимая горка? Орбита. А почему она любимая? Она крутится и поднимается вверх. В этом году для удобства ввели новую систему. Теперь купить билет можно онлайн по QR-коду. Качели – не единственное развлечение. Детские площадки, сладкая вата и напитки, прокат самокатов и велосипедов. А для тех, кто устал от суеты – лесопарковая зона и озеро с местными обитателями. От всех жителей города Бобруйска и гостей требуется только хорошее настроение, чтобы провести хорошо время у нас. Приглашаем всех. Специальное представление от конного клуба «Есаул» порадует всех любителей благородных животных. В программе трюки от опытных наездников и начинающих всадников. Каждый желающий может примерить и на себя новое амплуа. Для детей есть вот такой живой уголок. Здесь можно сфотографироваться с лесой, погладить козу, угостить енота и прокатиться на ослике. Развлечение обойдется в 5 рублей. На протяжении всего сезона парк будет радовать бобруйчан разнообразной программой – цирковые представления, дискотеки, концерты и тематические дни. Чтобы быть в курсе событий местного Дримленда, достаточно подписаться на его аккаунт в Инстаграме. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.